Добрый день, мои дорогие! Меня зовут Юля. Я флориста, дизайнер украшений, а вы у меня на канале. Добро пожаловать! В этом видео я познакомлю вас вот с этим замечательным букетом. Он будет собран в смешанной технике. Я буду использовать стабилизированные сухоцветы и живые цветы. В этом году это безумный тренд. Очень жаль, что это наше коронавирусное лето 2020. Выбило очень многих из колеи, многие свадьбы отменились. Не многие, а почти все свадьбы отменились. Перенеслись на осень или на следующий год. И этим трендом нельзя было воспользоваться в полной мере. Но я думаю, что это такой тренд, который не только долгоиграющий, он очень стильный, он классный. Посмотрите сами, как это здорово смотрится. Я думаю, что он останется с нами и на следующий год, и на многие-многие годы. Я познакомлю вас с этим букетом, который я сделала на стилизованную съемку, на которую вот-вот отправляюсь. Уже опаздываю, прошу прощения. У всех тех, кто смотрит меня, кто участвовал в этой съемке, я немножко сегодня задержусь. Просто связано с тем, что я всегда готовлю композиции, букетики заранее ночью. Но в этот раз у меня не было такой возможности. Пришлось сделать все утром. И куча дел, куча звонков, куча каких-то таких вещей, которые отвлекли внимание. И плюс еще сам букетик, он немножечко был сложный для меня. Потому что так я всегда рассчитывала букет, плюс-минус 15 минут. Этот букет у меня занял целых 55 минут. Это ужас. Потому что эти сухоцветы все время в руке вились-вились, избивались. И получалась всегда разная форма, нужно было ставить на место. Но в итоге я результатом очень довольна. Получилось очень стильно. На самой площадке я еще добавлю туда орхидеи ленточки шелковые. Будет очень классно. Это видео у меня спонсировано. Я хочу поблагодарить Александру. Это местный фермер итальянский, который живет здесь недалеко от Лугана в Италии. Она предоставила мне цветочки-эксклюзивчики. Потому что на флористических базах я не могу купить эксклюзивы по чуть-чуть. Как вы знаете, нужно покупать всегда оптом. А когда у тебя заказ букета, композиция на стол, ты не можешь себе позволить. Но тебе и не нужно. Например, какая-то упаковка чего-то, где сто штук. Да, например. Поэтому вот такие фермеры выручают. Если у вас свадьба в Италии, если вы в один пленер или флорист, или невеста, которая готовит свою свадьбу самостоятельно, имейте в виду мою Александру. Если у вас свадьба на озере Кома или на озере Маджора в Италии, я оставлю контакт на нее и на ее страничку в Инстаграм в описании к этому видео. Вы можете связаться с ней в директе. Она идеально разговаривает на английском, примет ваш заказ, сделает вам доставку, привезет все в идеальном свежем состоянии, транспортировка. Это очень важно, да, когда у вас определенное количество времени, когда вы приезжаете только на свадьбу декорировать, и у вас нет возможности кататься еще здесь по стране и собирать цветочки. Она живет недалеко от Кома и с удовольствием вам их доставит, если можно. У нее всякие эксклюзивчики есть круглый год, поэтому если у вас свадьба весной, летом, осенью, зимой, всегда найдется что-нибудь интересненькое для вашего букета или композиции. Вот поэтому, Александра, thank you so much for your wonderful flowers. They are amazing. Thank you. Жара закончилась, все нормализовалось, я теперь полная силу и переключаюсь на свою работу, занимаюсь снова каналом, потому что была в этом году безумная жара, у меня не хватало сил ни на какой-нибудь монтаж, потому что видео я записала уже много очень, нужно было просто их монтажировать, но я не специалист, и это занимает у меня очень много времени. Но вот сейчас у меня мой ребеночек пошел в садик наконец-то, и я буду заниматься снова своим YouTube-каналом. Так что, если вам понравится этот мастер-класс, и вы не подписаны, обязательно подписывайтесь на канал, так как мои видео выходят два раза в неделю. Они очень интересные, они познавательные, и я думаю, что вы не разочаруетесь, если будете в числе моих подписчиков. Также ставьте лайк мастер-классу, если он вам понравится, я очень старалась. Итак, поехали! Когда будут готовы профессиональные фото с данной съемки, я опубликую на канале отдельное видео с ними и бэкстейджем. Ссылка на это видео появится вверху экрана, а также я оставлю ее в описании. Начнем мы составлять букетик с лунари. Мы возьмем лунари и выставим главные точки в букете. Букет у нас будет в свободном стиле, так называемый букет-растрепыш. Здесь особо нет никаких правил, вы можете его делать так, как вы хотите. Кстати, у меня на канале уже есть одно видео, о котором так и называется букет-растрепыш. Я его делала из живых цветов, сиренью. Если вам интересно, я прощу ссылочку по экрану и оставлю его. Я его также в описании к этому видео. Сегодня мы будем делать букет-растрепыш из-за сухоцветов. Это немножечко проблематично. Эти сухоцветы, они все время осыпаются. Они на то и сухоцветы. Тем более, и сухоцветы, и обычные сухоцветы, стабилизированные, которые осыпаются еще больше, потому что они были подвержены определенной дополнительной тепловой обработке, чтобы получился вот такой белый цвет. И осыпаются они, конечно, в уголках. Я говорю, что пока я это везу, пока у нас будет съемка, у меня ничего не останется, потому что, в принципе, я купила их еще с расчетом таким, что я буду использовать их и на другую съемку. Это быстро. Потом подправим, если что. Возьми вот такие листики-палечки. Мне кажется, оно очень классно смотрится. Необычно. Вообще, это, конечно, букет. Он будет очень необычный. Такой белый. Такой весьма необычный. Я таких не делаю еще. То есть я очень люблю сухоцветами работать, но вот именно использовать сухоцветы и живые цветы, честно, первый раз. Такой у меня эксперимент. Сейчас это очень модное направление. Мы посмотрим, что получится. Если честно, я немножко тоже волнуюсь, потому что не знаю, что из этого выйдет. Я заранее не экспериментировала, боялась. Хотела, если честно, заранее проэкспериментировать, чтобы натальни не было экстромта. Но дело все в том, что когда я стала распечатывать эти сухоцветы, они так сыпались, что я думала, нет. У меня задача использовать их минимум хотя бы для две съемки. Я думала, что если я еще заранее сделаю букетик, то точно от них ничего не останется. Поэтому это абсолютно мой первый в жизни подробный букет. Я его делаю по такому принципу. По принципу, что вот здесь линия, потом эта линия идет здесь. Вот здесь у меня будет идея веточки фаленопсиса. Крупный фаленопсис. И мини-фаленопсис где-то вот здесь. Но помимо этого всего у меня еще будет здесь сухоцветы. Это фантастически стабилизированный папоротник. Вот он вообще не отдавит. Это какая-то фантастика. И даже он на ощупь как будто резиновый. Кресно очень крутой папоротникам я, наверное, сделаю что-то же такое. Как-нибудь вот так. Сейчас я немножечко его придержу. Папоротник софила придержала. Потому что он классный. Теперь вот мы, в принципе, сделали вот такую основу. Немножко она у нас входит ходуно. Не зафиксировано. Ну, и сейчас будем добавлять сюда цветы. И ее цветочками дофиксируем. Вот. Первым делом я добавляю розочки. Тоже стараюсь их ставить группами. То есть вот у нас получаются линии. Уже более-менее они у нас вильнюю. Вот. И еще. И еще. И еще. И еще. И еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если понравился, ставьте пальчики вверх, дайте мне знать об этом Если вы не подписаны, подписывайтесь, потому что я буду теперь выпускать видео регулярно Мои летние каникулы закончились и я теперь в своем привычном режиме Благодарю, что вы провели свое свободное и драгоценное время со мной Желаю вам прекрасного дня, отличного настроения Увидимся в моих следующих видео Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok